Марии Макаровой с работы пришлось уйти в обед. И вот почти 6 часов она меняет тазики и выжимает тряпки. В ход пошло все, даже в ванночку у 6-месячной Ангелины забрали. Малышка не расстроилась, дождь в своей жизни она видела всего пару раз. Теперь изучает явление природы, не выходя из тамбура. Кстати, был 20, как-то не думал, что выносил по очереди с соседкой. То она принялся отряда. Причиной этого потопа стала обычная ливневка. Она забилась. На крыше из-за этого образовалось целое озеро. Вода дел натворила немало. С девятого этажа просочилась на седьмой. Там же сгорел электрический щит. Вызвали электриков, те обнадежили. В пятом часу к нам в конце концов приехали электрики и сказали, что беспокоиться уже не очень. Все, что можно, все уже сгорело. Он говорит, не волнуйтесь, говорит, в завтрашнему дню, может быть, если высохнет, к вечеру, что-нибудь можно у вас будет сделать. Пока они сделать ничего не могут, то лежит без света. Когда начался потоп, жители всем подъездом звонили во все инстанции. В помощи им отказали. У нас из-за вот этого потопа отключились домашние телефоны. И я на сотовом телефоне, я не скажу, я обзавилась сегодня, сколько я обзвонила телефону. Это вот я аккуратно написала. А так у меня, ну, 20-25 может быть телефонов. С 1 июля 27 дом по улице Пожарная будет обслуживать управляющая компания МОПЖФ «Заказчик». До сего числа, по идее, этим занимается жрео номер один. По крайней мере, квитанции за этот месяц они прислали. Некоторые из жильцов счет уже оплатили, другие собираются. Но вот только деньги собрать компания не забыла, а вот в помощи отказала. И только после шести вечера, когда жильцы уже отчаялись, приехали представители из новой управляющей компании. Хотя, согласно закону, здесь должны были появиться рабочие жрео номер один. Если по общему собранию принято решение, что с 1 июля они к новой управляющей компании переходят, значит, со старой управляющей компанией договор действует до 1 июля. Соответственно, и предыдущая старая управляющая компания обязана была отреагировать, так как это аварийная ситуация, и сразу явиться с бригадой ремонта и осуществить все необходимые работы. Мы наведались к тем, в чью обязанность пока входит обслуживание 27 дома, к руководству жрео номер один. Вчера по погодным условиям у нас было якобы стихийное бедствие. Проанализировали, заявок очень много по протечкам крови, в том числе и поступали заявки по пожарной 27. Сегодня, когда прекратились осадки, значит, мы посмотрим, что можно сделать именно по ремонту данной кровли. Надо хотя бы пару дней для произведения работы. А жителям тем временем стоит незамедлительно сделать оценку ущерба с помощью независимых оценщиков, чтобы можно было этот ущерб взыскать с управляющей компанией жрео номер один. Это на случай того, если вдруг управляющая компания не справится с ремонтом за два дня. Ведь с 1 июля у жителей начнется совсем другая история. Валерия Гавриловская, Денис Еременко для программы Оперативный эфир. Денис Еременко для программы Оперативный эфир.